Это мой город, я хочу, чтобы в нем всегда было хорошо, чисто, чтобы люди были более культурные. У меня здесь дети, я хочу, чтобы у меня город был лучший. Охрана прав и законных интересов граждан, обеспечение общественного порядка, предупреждение и пресечение правонарушений, деятельность дружинника Саянской добровольной народной дружины «Вымпел» весьма разнообразна. С администрации города Саянска поступило мне предложение возглавить народную дружину города. Как таковой народной дружины в городе не было, пришлось практически начинать сначала. То есть команда подобралась, это спортсмены, посещающие клуб спортивный единоборств, а также родители, которые небезразличны к судьбе города, потому что в городе у нас построили замечательные места, парки, да, парк Таежный бульвар, Комсомолец, фонтаны благородили очень хорошо. Но все равно некоторые граждане у нас портят имущество, распивают спиртные напитки. Мы, народная дружина, идем в помощь сотрудникам правопорядка, то есть именно в помощь. Мы не можем выполнять их работу, но мы можем помогать, пресекать. То есть работа, по сути, народной дружины города Саянска сейчас состоит в том, что в вечернее время мы патрулируем окрестности города, город, и пресекаем противоправные действия, да, это вандализм, это распитие спиртных напитков. Также работа наша заключается в том, что в поиске пропавших без вести, недавно была пропавшая без вести черных, мы, народная дружина города Саянска, уже принимала участие в поиске, и совместно с МЧС мы нашли женщину. Также помогаем в какой-то общественной деятельности, вот, допустим, мы в «Лучике надежды», мы силами народной дружины города Саянска с дружинниками строили собакам вольеры. Работа народной дружины – это важный фактор в профилактике уличной преступности, искоренения, хамства, неуважительного отношения к окружающим в общественных местах считают ребята. В народной дружине 9 человек, 9 человек, и вот, чтобы вы понимали, все очень активные, потому что, допустим, сегодня пятница вечер, в патруль вышло 7, то есть сейчас нас 5, еще после работы двое подойдут, двое дружинников в 9 часов, в итоге нас будет 7 человек, плюс 3 сотрудника. Несколько патрулей мы провели, люди настроены очень положительно, то есть очень положительно, и практически все те, с кем мы общаемся, то есть сразу идут на контакт. То есть мы предупреждаем, что распивать спиртные напитки нельзя, пожалуйста, уберите, люди убирают, выливают. Иногородние женщины, даже вот в прошлом патруле иногородние женщины прямо очень радовались, говорили, мы давно такого не видели, это очень здорово, это очень классно, вы молодцы. И взяли алкоголь, выкинули. Выкинули, просто при нас выкинули алкоголь, то есть очень... На самом деле, случаев недоброжелательности не было. Это связано с тем, все-таки, что если начнутся какие-то противоправные действия, мы втроем сможем задержать и доставить. Если будет компания большая, допустим, компания 10 человек, одному сотруднику очень сложно разговаривать с большой компанией, в которой все пьяны. То есть когда нас больше, то есть вот сейчас у нас получается 3 патруля, то есть 9 человек по факту, да? То есть мы все находимся, у нас у всех средства связи есть рации, если какие-то будут агрессивные действия от больших компаний, мы можем по рациям связаться с нашими товарищами, которые подойдут, как бы окажут помощь. Только с этим это связано. По факту мы можем ходить одни. Вот, допустим, сегодня днем у меня на территории клуба, на заднем дворе распивали спиртные напитки, я один подошел, вежливо сделал замечание, и граждане покинули территорию без агрессии. Патрулирует город народные друженики, не получая за это никакого вознаграждения. Возможность проявить свою активную гражданскую позицию не на словах, а на деле способствует созданию безопасной и комфортной среды, той среды, в которой мы все хотели бы жить, весьма важность ему, считают они. Главное быть небезразличным городу. У нас очень хороший, красивый город, да, и на самом деле, вот патруль, в моем понимании, да, по одной простой причине именно в это вечернее время, у меня у самого трое детей, и не хочется, чтобы мои дети, гуляя по парку, видели, как тут пьяные компании распивают алкогольтов, ставят водочку на лавочку, да, нарезают сырок, ну, смешно. Хочешь пить, пей дома на кухне, либо в кафе. То есть не нужно выносить вот это все в парки, в зоны отдыха, в какие-то школы, ни к чему это, на моем уме. Это ежедневно вы патрулируете? Нет, мы ежедневно не патрулируем, мы патрулируем пятницу, субботу, воскресенье, то есть мы патрулируем выходные дни, потому что, как показала практика, именно в это время, в основном, в конце рабочего дня, в пятницу, граждане выходят с алкоголем, хочется выйти, естественно, куда-то на свежий воздух. Ближайший этап парк. В будние дни мы можем по звонку собраться. Дело бескорыстное и благородное. В составе вымпела люди различных профессий, крепкие, спортивные мужчины, которые могут дать отпор любому, но вежливость и добродушие – главное оружие тех, кто на посту. Люди доброжелательные и реагируют на замечания. Если какие-то там инциденты и бывают, ну, это все решается словами. То есть никаких таких силовых методов еще не применялось. Народ понимает и идет навстречу. У меня сын как бы тоже здесь катается, также отдыхает младший сын, ему 10 лет. И он катается, если где-то видит там, где мы не успеваем дойти, он нам приходит и может сообщить. Там идет распитие, что ему это тоже не нравится, когда в его городе вот это такое происходит. Ну и пожелания нашим горожанам, что хочется сказать? Что хочется сказать? В нашем городе очень красиво, много мест отдыха. И давайте будем, и наша администрация, мы сделали очень много для того, чтобы нам было хорошо в этом городе. И я хочу пожелать, чтобы люди сохраняли и приумножали то, что у нас есть. Поддерживает отца и сын Алексей. Это правильный ход со стороны жителей нашего города, потому что слишком много людей, которые пьют в общественных местах и достают обычных прохожих. Вроде как люди свободны, но пусть отдыхают. Отдыхают, они пусть у себя дома, а не в тех местах, где их могут смотреть. Ну, те же дети, которые могут подумать, что это нормально. А насчет агрессивных, ну, я не думаю, что таких людей стоит бояться. Ну, вы спортсмены, я вижу, да? Вы чем занимаетесь? Я думаю, что это нужно, конечно, чтобы для того, чтобы хоть, ну, как бы стабилизировать ситуацию. Не то, что там кого-то надо сразу поймать, ну, по крайней мере, сам принцип, то, что дружины ходят, дает, наоборот, соблюдать порядок. Люди проходят, обращают внимание, да, значит, ходят. Кто-то за порядком следит. Я считаю, что это правильно. Специально для дружинников разработана и форма летний и зимний вариант, а вот от пресловутой красной повязки на рукаве ребята отказались. Дизайн формы – это футболки, толстовки и зимние куртки. То есть разработка была сделана дизайнером с Екатеринбурга. То есть это полностью наша идея. На данный момент мэр города Саянска Олег Валерьевич поддержал и сказал, что зимнюю форму отошьют за счет муниципалитета. То есть футболки мы заказывали сами. А по пресловутой красной повязке я скажу так. На самом деле это пережиток прошлого. Вот эта униформа, во-первых, изначально нас хотели деть в униформу, но, скажем так, в форму могут носить только сотрудники. При Советском Союзе было так. Красная повязка, они лежат, они есть на самом деле, и знаки, и повязки. Я не вижу в них смысла. У нас сейчас 21 век, мы должны шагать в ногу со временем. То есть дизайн футболки разработан так, что понятно, что мы дружина, у нас герб города на плече. Написано, что мы народная дружина города Саянска. Как бы все понятно, все лаконично. Низ было принято свободно носить. То есть это либо джогеры, либо джинсы и кроссовки. Ну, мы не сотрудники. Мы именно помощь. Такая, скажем, волонтерская помощь. Да, сотрудников правопорядка. А кто, если не мы? Вот все сидят и говорят, а зачем это надо? А надо это, чтобы в парке было чисто. Вот вы сама являетесь жительницей города Саянска. Вам нравится идти в воскресенье утром по парку и видеть эти кучи набитых бутылок? Не нравится. Вот я очень надеюсь, что благодаря нашей работе со временем люди привыкнут, что в парках распитие запрещено. И по утрам в воскресенье мы перестанем видеть вот этот мусор, вот этот вандализм. Только ради этого. Поэтому все, кто говорят, зачем оно вам нужно, я считаю, что оно нужно. И не только нам, оно нужно всем. В органах уже слишком мало остается, народу сюда не идут, почему-то устраиваются молодые люди, не знаю, по какой причине. А дружина, да, нам в помощь помогает осуществлять, также находит людей, когда они пропадают. Вот здесь осуществляют патрулирование. То есть этот проект хороший. Рейды народные друженики завершают в полночь, но никто из домочадцев не поставил под сомнение их деятельность. Надо, значит надо, значит город может спать спокойно.